Скоро исполнится 10 лет с того дня, когда я разместил на портале YouTube свое первое видео. В нынешнем, формально трехсотом, я совсем коротко вспомню историю моего канала и моего увлечения видеографией. Однажды в детстве я встретил в лесу лосиху с лосенком. Эта встреча потрясла меня так сильно, как только это может быть. После этого я мечтал иметь видеокамеру, так что я смогу делиться с другими теми ощущениями, которые невозможно передать словами. Эта мечта осуществилась приблизительно через 10 лет после той чудесной встречи, когда в 96 году, после третьего курса, я отправился на Беломорскую биологическую станцию. Здесь я начал учиться снимать, причем сразу собирался потом монтировать из отснятого материала какой-то более или менее выстроенный рассказ. Вернувшись домой, я сделал это, подключив друг к другу два видеомагнитофона. Сегодня такая монтажная техника выглядит так же архаично, как клинопись на глиняных табличках, но тогда это было единственное доступное, и его оказалось достаточно, чтобы почувствовать, какой огромный потенциал у этой техники рассказывания историй. После этого я стал снимать и монтировать регулярно. Через еще 11 лет, в 2007 году, я отправился в Барселону. Учитывая, что опыт путешествий за границей у меня тогда был совсем небольшой, все воспринималось очень ярко, очень глубоко впечатывалось в сознание и подсознание. В Барселоне обнаруживаешь, что город совсем не обязан быть таким же плоским, как Москва. И этот горный рельеф меняет правила игры в жизнь. Сейчас то чувство, которое я тогда испытал, называется разрыв шаблона. К впечатлению, которое производит архитектура Антонио Гауди, невозможно приготовиться, сколько не читай книжек и сколько не смотри картинок. Все равно его здание похоже на какой-то сон. В Барселоне чувствуешь, что этот город гораздо древнее самого древнего здания, которое сегодня здесь можно найти. И уже не удивляешься узнать, что город носит имя Гамилькара Барки, отца карфагенского полководца Ганнибала. На улицах Барри Готик можно услышать органную музыку Баха, исполняемую на бокалах с водой. Можно увидеть памятники доколумбовых цивилизаций Америки, можно восхититься незабываемым кубинским трио Лос Таинос, а можно наслаждаться горловым пением в сопровождении ханга, инструмент, который выглядит древне, как какие-нибудь пирамиды, а на самом деле изобретен совсем недавно и внезапно в Берни. Может быть, интереснее древней истории и невероятно красивой архитектуры мне были встречены и здесь люди. Я впервые снимал людей, предварительно спросив их разрешение об этом, что оказалось неожиданно просто. Когда я был в Барселоне, там прошел фестиваль прощания с летом «Феста де ла Мерсе». Оказавшись в толпе празднующих, я присоединился к команде барабанщиков и шел по улицам вместе с ними. Я впервые в жизни почувствовал, что мне совершенно не хочется отойти в сторонку и идти своим путем, а наоборот, было ужасно здорово радоваться вместе со всеми. Я сравнивал этот праздник с теми, которые бывают у нас и видел, что ничего подобного за всю жизнь не испытывал. Это было настоящее, ничем не замутненное всеобщее веселье. И, конечно, в Барселоне на меня громадное впечатление произвел прекрасный зоопарк, который казался гораздо более просторным, каким-то свободным, красивым, чем московский. И самый большой в Европе океанариум, в котором кажется, что сейчас зависнешь, переполненные впечатлениями. Отдельно запомнилась поездка на Монсеррат, где я, единственный из большой толпы туристов, начавших путь, прошел горную тропу до самого конца, где белый треугольник показывает тебе, что ты уже забрался на вершину горы. Фильм о Барселоне стал важным упражнением, но поездка в Барселону оказалась важна для меня гораздо больше, чем упражнения в съемке и видеомонтаже. В следующем, в 2008 году, я разместил на YouTube первое видео, которое было задумано как тизер еще не снятого фильма о Лосином острове, в котором когда-то случилась судьбоносная встреча. К этому времени я уже около года регулярно наведывался в лес с видеокамерой и кое-что успел снять. Вскоре после этого, там же в лесу, мне выпали встречи, которые дополнительно подстегивали мой интерес к такой видеоохоте. У меня уже набралось достаточно разрозненных кадров, которые захотелось попытаться собрать в какой-то осмысленный, выстроенный коллаж под музыку моей любимой прелюдии Баха. В следующем году я сделал фотофильм об истории части моей семьи, который при всей его простоте я до сих пор считаю одним из своих лучших. В том же 2009 году случилась очень близкая встреча с Лосем, которую получилось неплохо снять. И почти сразу после этого, за один выход в лес, мне удалось снять множество разных животных. На тот момент это было личным рекордом, которым не терпелось похвастаться. Тогда же, в 2009-м, я получил заказ от дельфинария московского зоопарка. Работа над ним заняла несколько месяцев, некоторые эпизоды этого фильма появились на моем канале. И тогда же я снял замечательное выступление пианиста Игоря Тихонова, в то время регулярно игравшего в ресторане «Квартира 44». В следующем 2010 году я уже учился на кафедре режиссуры Института повышения квалификации работников телевидения и радиовещания. В качестве одной из работ я снял сюжет о замечательном доме инженера Макаева, выстроенном в редком для Москвы стиле «Северный модерн» в Подсосинском переулке. Надо сказать, что каким-то чудом этот дом с тех пор не снесен и не развалился, а наоборот довольно неплохо отреставрирован, и увидеть это было для меня настоящим праздником. Тогда же, во время обучения в институте взбешенной оценкой, которую я счел несправедливой, я впервые сделал видео целиком средствами программы Adobe After Effects, которую начал осваивать незадолго до этого. И это стало другим, впоследствии не раз пригодившимся мне важным упражнением. Вскоре после этого я впервые попробовал снимать в технике таймлэпс сжатое время, и тогда же был совершенно поражен в лесу, когда впервые увидел пыление крапивы. Казалось бы, что можно увидеть нового в таком банальном растении, но я ощущал это как свое личное открытие. Тут же продолжил играть с техникой таймлэпс и пару раз снял динамику утреннего дорожного движения. Средствами After Effects удалось передать частотность объезда пробки по пешеходным дорожкам. В конце 2010 года мне привелось снимать концерт группы Хунхурту, которую я слушал и обожал со студенческих времен. Этот концерт произвел на меня глубочайшие впечатления. А весной следующего года я имел большое удовольствие снимать замечательный Moscow City Jazz Band. Летом 2011 года я в лесу наткнулся на мать-кабаниху с выводком, и это были те кадры, которых мне не хватало для того, чтобы решиться делать дипломную работу о Лосином острове. После чего я на это решился и это сделал. Это была важная для меня работа, собранная из кадров, снимавшихся в течение многих лет. Хотя сейчас, 7 лет спустя, я вижу, насколько она получилась все-таки несовершенной. Но, по крайней мере, на тот момент я сделал лучшее, что мог, и многому научился в процессе работы. Субтитры создавал DimaTorzok В 2012 году я уже в третий раз оказался в моей любимой Праге. Здесь тоже довольно много снимал, хотя из этого довольно мало получилось. И отсюда отправился в Вену. С удивлением обнаружил, что Вена превосходит Прагу во многом, за что я Прагу любил. В частности, уличный джаз в Вене превзошел виртуозностью всю уличную музыку, которую мне до того доводилось слышать. Тогда же в Праге мне удалось встретиться и записать очень интересный и, на мой взгляд, важный разговор с паном Яромиром Штетиной, в то время сенатором Чехии, а теперь депутатом Европарламента. Одно время я сотрудничал с Государственным биологическим музеем имени Тимирязева, и услышанная там лекция по эволюции человека удивила меня своей какой-то не совсем современностью. Из-за этого в 2016 году я записал собственную лекцию «Произошел ли человек от обезьяны», где рассматривал биологическую эволюцию, сравнивая ее, быть может, несколько поверхностно, с эволюцией языков и религий. На данный момент это мое самое пространное высказывание, занимает почти час, но мне говорили, что получилось оно не скучным. Образ жизни хищника кажется несколько более сложным, чем у каких-нибудь травоядных. Язык во многом похож на человеческий геном, и сравнение языков является для современного антрополога дополнительным важнейшим... Вскоре после размещения этой лекции я снимал марш памяти Бориса Немцова. Незадолго до этого началось очень важное для меня и продолжающееся по сей день сотрудничество с движением «Последний адрес». Так что в марте 2016-го я еще снимал выступление Арсения Борисовича Рогинского. Ну и тем, кто отправили в ГУЛАГ, и кто не вернулся из ГУЛАГа. Летом 2016-го года я сделал свой первый рассказ на этимологическую тему, так как был очень удивлен узнать единородность таких, казалось бы, разных слов, как «монстр», «демонстрация», «дементор» и «поминки». Весной и летом того года я сотрудничал с избирательным штабом Андрея Зубова, пытавшегося избраться в Государственную Думу, и тогда повстречал несколько чрезвычайно интересных и уважаемых людей. Ну, по трем причинам. Во-первых, я традиционно доверяю людям, которых любят студенты. Я был студентом Московской Духовной Академии в конце 80-х годов. Нам очень повезло. Борисович Зубов – один из лучших людей. В следующем году я записал историю, почему в школе не учат ГЮГО, которая у меня на компьютере занимает папку под названием «Клише». Незадолго до этого, глядя на Шартерский собор, я подумал, что школьников бессовестно обманывают, преподнося им историю одного из самых молодых народов Европы – русского, как очень уж древнюю, учитывая, что почти у всех остальных европейских народов история древнее, у кого на века, а у кого и на тысячелетия. После этого я еще раз записал историю об эволюции. На этот раз постарался втиснуть часовой рассказ в несколько минут, а все нужные схемы и анимации для этого рассказа нарисовать самостоятельно, стараясь свести количество заимствований к минимуму. Я до сих пор считаю рассказ «Что такое эволюция?» – одно из своих наибольших удач. И да, она не случилась когда-то давно, а происходит прямо сейчас. 12 июня 2017 года, во время событий в Москве, у меня было ощущение, что я соприкасаюсь с ходом истории. Даже несмотря на то, что я отдавал себе отчет в том, что, скорее всего, эти события ни к чему конкретному не приведут. Продолжают появляться новые интересные сюжеты, иногда совершенно неожиданные, как вот эта выставка «Экотех-2017», где мне удалось заглянуть в глаза, вы представьте себе, двустворчатому моллюску. Учитывая, что при тирании общество имеет фрактальную структуру, каждый подчиненный в точности повторяет то, что делает его хозяин. Рождаются новые истории. Появилась техническая возможность снимать кадры, о которых раньше можно было только мечтать. Так что можно надеяться, и я надеюсь, что мой YouTube-канал будет дальше развиваться.